Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать на вечернее богослужение Церкви «Новая жизнь». И мы, как всегда, начинаем с прославления нашего Господа, Священное Писание говорит нам о том, что мы больше не рабы греха, но мы являемся рабами праведности, праведности Иисуса Христа. И благодарение Богу за то, что Он избавил нас от всякого рода рабства, от всякого рода зависимости и даровал нам свободу, свободу во Христе Иисусе. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы больше не рабы закона греха и смерти. Мы рабы Твоей праведности. И закон Духа жизни освободил нас от всякого рабства, от всякого рабства, от всякого пленения. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за свободу во Христе, за жизнь во Христе, за радость во Христе, за полноту во Христе, за дух усыновления. Мы благодарим Тебя. Ты нашел меня, и избавлен я Тобой, спаситель мой. Побежден мой страх И повержен враг Теперь я навеки Твой Я не буду рабом греха Ведь я дитя царя Я не буду рабом греха Ведь я дитя царя До рождения Ты избрал меня С любовью мне имя дал Я родился вновь Через Твою кровь Твоим я навеки стал Я не буду рабом греха Ведь я дитя царя Я не буду рабом греха Ведь я дитя царя О-оу-оу-оу-оу-оу-ой О-оу-оу-ой В твоих объятьях В твоем спасении Душа ликует Песню избавления. Мы навек свободны, Пали рабство цепи. Давайте праздновать победу, Ведь мы все дети Божьи. Раздвинул воды моря, Чтоб пройти мне, изгнала страх любовь твоя ты спас меня и я готов петь вечно что я дитя царя я не буду греха ведь я дитя царя я не буду греха ведь я дитя царя я дитя царя о 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 Ты спас меня, и я готов петь вечно, что я дитя царя. Да я дитя царя, ведь я дитя царя, ведь я дитя царя. Мой Господь, меня пробуди, к месту гробницы подведи. Мой возлюбленный, меня пробуди, Дай найти тебя от ранней зари. Пусть солнце взойдет моей душе, Господь. Пусть солнце взойдет моей душе, Господь. Я вижу свет, я вижу свет. Я вижу свет, я вижу свет. Спасибо, Бог, я вижу свет. Мой Господь, меня пробуди, Через Иордан возьми, пройди. Мой возлюбленный, тебя я жду, Чтобы стать с тобой лицом к лицу. Пусть солнце взойдет моей душе, Господь. 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 Спасибо, Бог, я вижу свет. Не будет боли, не будет слез, Не будет больше никаких невзгод. Я был слепой, но вижу свет. Свободен я, твой свет во мне. Я вижу свет, я вижу свет. Я вижу свет, я вижу свет. Я вижу свет, я вижу свет, Я вижу твой свет, мой Бог. Спасибо, Бог, я вижу свет, я вижу свет, я вижу свет. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о... Добрый вечер, дорогая с Ici트. мы рады приветствовать вас на очередном богослужении и в начале я хотел бы сказать что в общем-то все это богослужение оно будет посвящено тому как нам справиться с проблемами или с грехом или с какими-то трудностями сложностями как получить свободу и поэтому в самом начале я хотел бы помолиться словами апостола павла к ефесянам где он написал в первой главе 16 стиха я непрестанно благодарю за вас бога вспоминая о вас в молитвах моих чтобы бог господа нашего иисуса христа отец славы дал нам духа премудрости и откровения к познанию его и просветил очи сердца нашего дабы мы познали в чем состоит надежда призвания его какое богатство славного наследия его для святых и как безмерно величие могущество его в нас верующих по действию державной силы его которые он воздействовал во христе воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах превыше всякого начальства власти силы господства и всякого имени именуемого не только всем веке но и в будущем и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви которая есть тело его полнота наполняющая все во всем и вот эти слова они просто исходят из сердца я верю и божьего сердца и я молюсь чтобы мы могли открыть свои сердца чтобы мы могли сейчас быть пред ним и дать возможность духу святому действовать в нашей жизни в наших сердцах и производить свою работу которую он делает несравненно больше даже всего о чем мы помышляем или просим мы все нужды господь просто приносим пред твоим лицом и хотим чтобы сейчас ты мог действовать в нашей жизни аминь и тема служение будет свобода от гнева и в начале я хотел бы обратиться к сути настроить наши сердца чтобы потом мы могли перейти какой-то практической части сразу же хочу сказать что это не так трудно я знаю шу и на собственном опыте почему я и взял эту тему что кажется что это невозможно кажется что с этим не справиться почему существует много разных теорий и объяснений но я хочу сказать вам что это возможно это не так трудно в луки 4 главе 18 стихе потому что сам иисус он сказал дух господин на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение и отпустить измученных на свободу сам бог желает отпускать измученных на свободу сам бог желает всем своим сердцем помочь тебе и мне в любой ситуации даже самой невозможной сам бог это его сердце и его рука не сократилась чтобы спасать и око его не отяжелела чтобы видеть и ухо чтобы слышать сам бог желает спасать желает освобождать он желает исцелять и в какой бы сфере ты не уткнулся в тупик в своей жизни может быть ты понимаешь что ты в тупике но я хочу тебе сказать для бога нет ничего невозможного он хочет просто чтобы ты остановился и обратил свое сердце к нему и увидел тот путь которым он тебя хочет вести может быть куда-то на другой уровень куда он хочет тебя перевести или обратить взор на что-то другое вот в этой безвыходной как тебе кажется ситуации и почему я еще говорю о том что это возможно и это не так тяжело как нам часто кажется мы люди часто говорим о это невозможно да как же можно но но кто бы тогда спасся даже пророки ветхом завете они говорят что и младенец пойдет этим путем и не заблудится то есть спасение оно не трудно оно не такое как мы часто думаем что надо всю жизнь я буду бороться и так до конца никогда и не справлюсь это не совсем так это расходится с писанием потому что бог говорит я очищу свою невесту я убилю ее я заберу у нее сердце каменная дам ей сердце плотиной бог говорит я произведу всю эту работу в вас бог для этого может быть он и допускает какие-то ситуации в нашей жизни которые как стены как окружают нас и нам кажется они безвыходные только для того чтобы мы просто поднялись над этой ситуации воззвали к нему и обратились к нему и вся сложность как нам кажется этой ситуации в простоте и знаете один мудрый человек сказал что вся сложность в том что спасение оно очевидно и просто и вот это парадокс кажется с одной стороны но просто примите это бог не творил ничего невозможного и запредельного для нас и мы не собираемся сейчас разбирать какую-то психологию я хочу чтобы нас направлял здравый смысл мы как мы как люди всегда ищем чтоб нам кто-то что-то дал мы хотим чтобы нам дали новое слово нам дали новое какое-то направление нам дали новую теорию или еще что-то то есть мы как люди настроены так чтобы принимать принимать слышать слышать слушать но истина заключается в том что ты сейчас уже имеешь все потребное для жизни и благочестия все что нужно в тебе есть и вот в евреям 4 главе в 12 стихе божье слово нам говорит что слово бога живого слово божье оно живо и действенно и оно острее всякого меча обоюдоострого оно проникает до разделения души и духа составов и мозгов и судит помышление и намерение сердечные нам часто кажется что слово божье это как информация это как новая информация новые знания но это не так слово божье это иисус это это живой бог оно должно проникнуть в глубину нашего сердца и убрать оттуда лишнее чтобы осталась сокровенная божественная суть которой я и хочу чтобы мы сегодня на этом служении обратились в этом и суть настройки сердца чтобы не слышать поверхностную информацию не слышать буквальные какие-то слова а отдать возможность слову божьему проникнуть в глубину сердца и очистить наше сердце да разделить душевное от духовного а это очень близко только бог может отделить душевные какие-то наши переживания духовных переживаний только бог может разделить составы и мозги и он может судить помышления и намерения сердечные часто люди мы торопимся мы говорим о наших мыслях чувствах и вот я слышал из речения одного мудреца и он говорит что тот кто речью раскрывает свои мысли и чувства он обнажает только самый внешний аспект своей души поверхностный слой души не выражающий истинного состояния наши мысли наши чувства призваны скрывать более глубокие аспекты нашего духа и это похоже для меня на кувшины вы все знаете что в общем-то наша жизнь во многих местах бог говорит что мы извините за столь не стройный кувшинчик бог говорит что мы сосуд мы мы сосуд мы чаши мы наполнены чем-то и вот слово божье оно призвано проникнуть в глубину нашего сердца где находится самая сокровенная сама суть наша а чувства и мысли они зачастую скрывают от нас нашу суть они находятся где-то здесь и эти мысли чувства наши переживания они даже могут выплескиваться в виде разных эмоций когда вдруг нас стукнули или нас уронили и вот мне кажется что это очень наглядная картина мы должны понимать что есть внешний слой есть внутренний не недостаток знаний дорогие а избыток является проблемой в наши дни мы как ненасытные мы все наполняем себя наполняем мы слушаем мы вникаем мы читаем у нас век информации и даже знаменитые люди политологи они говорят что сейчас столько информации что мы уже не можем разобрать где правда и где ложь и это действительно так обилие информации оно сбивает нас с толку и в общем то обилие информации в политической сфере например оно специально сделано для того чтобы люди не могли разобрать где правда а где ложь то же самое происходит в нашей жизни мы стали профессиональными слушателями мы все время слушаем слушаем но давайте честно я больше 25 лет в церкви только служу и я в определенный период своего мне своего своего служения вдруг понял что я служу я знаю я читаю я проповедую но моя жизнь как-то расходится с этим я очень вспыльчивый очень горячий человек и и всегда мучился тем что как будто бы моя вспыльчивость она идет передо мной я не успеваю даже сообразить как у уже вспылил или что-то сделал почему я и говорю об этой теме и вот в этот век в наш век информации нам свойственно считать все новое хорошим все старое плохим и отжившим наши головы наполнились новыми теориями расцветающими как грибы после дождя и так же быстро увядающими не принося доброго плода пользоваться здравым смыслом то о чем я сейчас пытаюсь сказать это значит не добавлять информацию это значит не быть слушателем слушателем информации а напротив прочистить голову почистить нашу душу от мусора который мы вобрали в себя за годы жизни вернуться к своей сути а наша суть заключается в том что каждый из нас по природе прекрасный родитель каждый из нас по природе он хороший добрый прекрасный сотворенный богом весьма хорошо человек вот в чем суть приведу один пример вы видели когда нибудь чтобы животные обучали других животных как быть мамой или папой нет каждое животное оно знает как быть мамой и папой но почему то так получилось что люди вдруг забыли или потеряли эту суть не может быть такого чтобы на небесах посмеялись над нами бросили нас на эту землю и типа на выживание как хотите так и живите здесь такого не может быть тем более не может быть чтобы господь дал нам детей а ведь в писании написано дети это подарок от господа это дар божий не может быть такого чтобы бог всемогущий многомилостивый который есть сама любовь дал нам детей и не дал нам способности их воспитывать не дал нам любви их любить не может такого быть а если на деле так происходит вокруг что нам кажется что у нас не хватает любви значит мы идем поверхностным путем а не путем нашей той божественной сути которая вложена в каждого из нас вот в чем истина почему слово божье призвано освободить нас слово божье призвано очистить нас от чего же господь очистить вот от этих поверхностных мнений теорий пониманий или может комплексов неполноценности или еще чего-то бог очищает он хочет отделить душевное проявление от духовного твоего состояния вот что должно произвести слово божье мы пренебрегаем нашей сутью ради шелухи ради поверхностных вещей вот почему мы заходим в тупик что бог хочет чтобы мы вернулись к своей сути в этом призвание и работа наша суть на земле найти себя найти бога найти бога в себе найти себя божественного того настоящего и отделить все то что мешает нам жить любить служить и вот слово божье призвано нас освободить и мы уже сказали что истина это не знание не информация в иоанна 8 главе 31 стихе сам иисус говорит сказал иисус к уверовавшим в него иудеям то есть уверовать это еще не получить свободу если пребудете в слове моем то вы истинно мои ученики следующий шаг и познайте истину и истина сделает вас свободными с мало уверовать мало даже читать библию важно чтобы слово оно ожило в тебе чтобы слово стало плотью полная благодати и истины и обитала с нами мало этого это только когда мы познаем слово учимся вникаем в него вникаем в себя мы только становимся еще его учениками мы учимся как в школе мы учимся чтобы стать как он чтобы получить силу его силу воскресения то о чем мы читали выше и дальше а дальше у нас только став его учеником у нас только появляется право познать истину и истина сделает вас свободными ему отвечали мы семьи Авраамова и не были рабами никому никогда как же ты говоришь сделаемся свободными иисус отвечал им истина истина я говорю вам всякий делающий грех есть раб греха но раб не пребывает в доме вечно сын пребывает вечно итак если сын освободит вас то истинно свободны будете во первых наше обучение наше изучение писание оно только делает нас учениками ученик он только он только получает право стать с учителем и получить и обрести эту свободу и очень важно чтобы мы понимали это что грех это рабство это зависимость любой гнев раздражение это он указывает на то что мы в какой-то степени еще в рабстве у греха что мы еще не до конца свободны не до конца получили свободу или освободились небольшая справка о слове свобода делать свободным свобода это делаться свободным устранять действующие для какого-либо ограничения свобода это избавлять от чего-то нежелательного свобода это уходить или убирать содержимое откуда-либо делать некоторое пространство пустым свобода это убирать это убрать лишнее это убрать что-то что мешает нам и это сродни промыванию мозгов вымыть убрать грязь что мы делаем когда у нас грязный пол мы моем его что мы делаем мы смываем мы убираем грязь мы очищаем для чего для того чтобы увидеть настоящий пол увидеть эту чистоту чтобы жить в этой чистоте и вот что делает слово божье да в притчах 20 главе 5 стихе написано помыслы в сердце человека глубокие воды но человек разумный вычерпывает их вот почему мы в писании сравнены с сосудом но проблема что мы набиваем его и сами из детства нам его набивали все время информацией комплексами страданиями еще чем-нибудь и радостью конечно но это все поверхностная вещь это все эмоции это все душевное но есть что-то в глубине этого сосуда про что написано бездна бездну призывает голосом водопадов своих есть что-то в глубине нас что жаждет чистоты что является самой этой чистотой что является любовью и говорит что это все внешнее оно не является истиной познай истину истина сделает тебя свободным и я после уже того как обо всем об этом рассуждал и очень много переживал я после вдруг увидел в интернете один рисунок и вот на этом рисунке так удивительно но на этом рисунке показана как раз кувшин это неверующие люди составили вот такой кувшин эмоций что поверхностная часть этого кувшина вы можете видеть это вот как раз поверхностные эмоции разрушительные чувства истерика гнев крик дальше идут страдательные чувства чуть чуть глубже если мы копаем мы видим что любая наша внешняя реакция она показывает нам что внутри есть боль есть переживания есть страдания но и это не все слово божье истина погружает нас глубже и показывает нам что все это исходит из-за неудовлетворенных потребностей может быть из детства может быть тебя где-то обидели и может быть что-то произошло в твоей жизни может быть тебя сильно ограничивали я не знаю что но это и не важно мы сейчас не будем обращаться к психологии я хочу просто наглядно показать вам что даже неверующие люди пишут психологи и внутри внизу этого кувшина есть чувство самоценности то есть чувство когда ты понимаешь что ты сотворен богом ты ценен в его глазах ты являешься любимым его детем он так любит тебя что не пожалел Иисуса Христа ради тебя сына отдал чтобы только ты мог жить ты мог быть спасенным он все сделал для того чтобы ты почувствовал внутри что ты Божье дитя что ты любим что ты хороший ты сотворен весьма хорошо а то что тебе не нравится твои плохие вещи это по сути не ты это то что пачкает тебя или как говорят монетку да бросили в грязь что монетка перестала быть золотой нет не перестала грязь это не ты грех это не ты ты не создавал грех ты его не рожал грех тебе не принадлежит тем более если ты отдал свое сердце Христу если ты уверовал в него и смотрите что на самом дне этого сосуда я был ошеломлен когда увидел там я есть чувство жизни я дитя Божье я есть я существую не об этом ли сказал Иисус вы боги вы сыны Всевышнего вы божественные вот это вот это божественность которая есть в глубине каждого из нас и проблема в том что мы зачастую где-то поверху плаваем рассуждаем по поверхностным эмоциям или чувствам или страданиям но бог говорит загляни глубже там я посмотри в свое сердце там я сам живу я есть там в тебе я в тебе в тебе есть этот источник воды живой в тебе находится все потребное для жизни и благочестия тебе не нужно чтоб кто-то тебе еще что-то дал тебе нужно наоборот раскопать меня найти меня найти источник этой воды живой найти эту любовь в себе и в связи с этим найти нехорошие слова или плохие слова которые вы слышите и вот я слушал одну фразу долго никак не мог ее понять один человек говорит если вы соглашаетесь со мной или не соглашаетесь со мной у вас есть право соглашаться сейчас со мной или не соглашаться со мной но это значит что вы находитесь на поверхности вы не должны согласиться с моими словами или не согласиться с моими словами когда вы сейчас слушаете меня или кого-то другого постарайтесь себя найти вот что должно произойти на любом служении в любой церкви мы должны мы должны находить себя не слова оправдывающие нас или осуждающие нас но себя находить того сокровенного себя если вы согласны со всем значит вы не обретаете себя а становитесь дублем ведущего просто слышите информацию но я думаю если вы честно увидите информация она не спасает информация не дает вам свободу если эта информация опускается в самую суть вашей души тогда да она превращается в живое слово которое и должно освободить вас среди пяти миллионов человек нет ни одного подобного вы не должны быть похожими на меня я на вас вы должны обрести себя вот в чем суть человека на земле в этом призвание человека не стать кем-то не делать что-то а найти себя вы уникальны нет ни одного человека написано в писании как лица их различны так и души их различны вы абсолютно уникален и ваше призвание на земле найти себя обрести себя предназначение человека раскрыть себя когда ты раскрываешь свою суть вот тогда ты видишь что надо сделать как надо сделать по большому счету тогда и проблема уходит потому что она уже не может ничего сделать в твоей жизни ей нет причины оставаться здесь если ты обретаешь себя Бог хочет сделать нового человека среди трудностей среди пустыни открыть источники воды живой чтобы мы нашли себя а не знания а мы хотим легкие быстрые ответы действия решения на сложные закоренелые вопросы люди на самом деле ищут совет какую-то какую-то уловку мы ищем мы ищем какое-то приспособление которое мы сможем применить дома и все станет хорошо мы ищем таблетку какую-то пилюлю вот я так вот сделаю и все будет хорошо но дети это не техника дети гораздо сложнее любой техники и дети также абсолютно индивидуальные нету ни одного похожего ребенка даже двойняшки мои они абсолютно разные и разные по-своему мне говорят одни одна спокойная другая неспокойная я говорю нет они спокойны по-разному и они беспокойны но по-разному и это натолкнуло меня на то что я должен найти подход разный к ним и так цель это новый человек не новый вид методики не новое какое-то знание а цель служения я молюсь об этом чтобы мы могли обрести себя новое человека новую жизнь о которой говорил Иисус чтобы изменилась атмосфера самые лучшие методики способны принести огромный вред если ими пользуется не тот человек или не для друг не для того человека для которого может быть была предназначена эта методика когда же появляется достойный человек новый человек нормальный человек правда в том что он не нуждается в методиках для того чтобы ладить с другим человеком когда появляется новый человек тогда удается создать дома здоровую атмосферу любви доброжелательности атмосферу где легко дышится и развивается тогда и отпадает нужда в методиках и приемах поскольку все проблемы решаются сами собой понимая сложность семьи мы должны также понять что нам нужно уделить время для этого для того чтобы врачу начать лечить физическое наше тело он обучается восемь лет потом он еще обучается где-то там в других высших учебных заведениях в аспирантуре только для того чтобы начать лечить наше тело не гораздо ли сложнее устроена душа наша и дух наш тем более нам нужно приложить к этому все свое старание все свое желание остановиться что-то сделать что мы никогда может быть не делали для того чтобы в нашей семье в нашей жизни произошло то что никогда не происходило драгоценное так важно то чтобы мы увидели вот это направление мне кажется что это и есть путь Божий когда мы с поверхности смотрим в свое сердце когда мы находимся на служении или читаем Библию так важно чтобы мы слушая слово слушая информацию могли слышать что Бог говорит в нашем сердце чтобы мы обретали себя обретали новую жизнь о которой сказал Иисус новую жизнь нового человека чтобы мы рождались заново как написано рождались свыше от Бога и в заключении я хотел бы сказать вам что только делание только то что ты делаешь в себе в своей душе оно делает из человека человека вот этого нового человека и само делание оно строит человека и вот в Яково 1.22 мы читали что будьте исполнители слова они слышатели только забывчивые потому что мы можем посмотреть на себя отойти и забыть но Яков говорит будь делателем делай свою жизнь строй свою жизнь и вот для того чтобы что-то делать самое главное на чем надо сконцентрироваться это не буква а исполнение я дам вам очень легкое домашнее задание потому что я знаю на собственном опыте эти простые вещи которые мы делаем они строят нашу жизнь и помогают произвести ту необходимую работу о которой мы только что говорили и еще раз напомню что оно не трудное это 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 легкое домашнее задание потому что мы его не будем давать вот знаете как у нас принято вот все сегодняшнего дня я больше не грешу я больше не пью я больше не ругаюсь и мы взваливаем на себя непомерную ношу ты не знаешь что будет завтра но сейчас ты можешь не пить я вспоминаю одну историю один мужчина когда ему предложили выпить он говорит а я сегодня не пью сейчас я не пью на что его жена добавила он уже 20 лет так отвечает сейчас да а что будет завтра ты не знаешь не надо взваливать на себя огромную ношу этих обязательств сегодня сейчас домашнее задание будет заключаться в одной простой вещи очень простой очень легкой говорить со всеми как с чужими людьми небольшое пояснение так уж устроено что с чужими людьми мы вежливы по телефону так дорогая как дела но со своими близкими людьми почему-то не совсем и это домашнее задание только на неделю до следующего служения на котором мы с вами встретимся и оно только сейчас то есть я сейчас я сегодня говорю со всеми как с чужими людьми если я здороваюсь с чужими людьми значит я здороваюсь с домашними если я поздоровался с кем-то на улице с знакомым человеком значит я и с близким человеком могу это сделать говорить со всеми как с чужими людьми это простое легкое домашнее задание которое будет строить вашу жизнь и помогать вам видеть что происходит в вашей жизни и обращаться внутрь себя вглубь своего сердца и давайте помолимся дорогой господь мы любим тебя мы знаем и верим и по твоему слову мы читали что ты пришел чтобы освободить нас избавить исцелить выпустить измученных на свободу и дорогой господь мы молимся сейчас чтобы ты произвел в эту нерукотворную работу в наших сердцах чтобы мы обратились вглубь своего сердца и нашли там тебя нашли там себя настоящего хорошего доброго прекрасного который создан тобой который имеет силу духа святого который имеет источники воды живой которые мы открываем даже посреди пустыни даже посреди трудностей и каких-то переживаний дорогой господь мы молимся чтобы мы могли посреди всей этой информации находить себя находить то что мое и для меня и отделять то что не мое и мне не принадлежит даже если все вокруг сказали что ты такой даже если все вокруг говорят что-то что не соответствует нашей сущности помоги нам господь словом твоим живым и действенным отделить душевное от духовного судить наши помышления и намерения сердечные суди господь нас здесь на земле чтобы мы не были осуждены в ад господь суди нас здесь чтобы мы нашли эти источники воды живой которые вырастают в нашей жизни как деревья деревья жизни которые плодоносят которые заглушают все плохое всякий грех которые заглушают все что огорчает нас или приносит нам страдания господь мы ищем тебя мы любим тебя и молимся тебе во имя отца сына и святого духа и знаем аминь и еще раз хочу напомнить что бог хочет нашего спасения нашей свободы несравненно больше чем мы он жаждет этого он не дает испытаний сверх силы и этот путь он простой даже ребенок может идти этим путем и все время возвращаться к любви к тому что он хороший и в конце я хочу также призвать вас жертвовать это тоже дело которое строит вашу жизнь ваша жертва из вашего сердца из вашей души чистой вы знаете сколько надо пожертвовать вы знаете внутри себя как надо пожертвовать вы все это знаете и поэтому большое спасибо вам за все те жертвы и все что вы приносите и я хочу призвать вас сейчас продолжайте это делать пусть этот труд любви дела веры они строят вашу жизнь больше чем приносят плод другим людям или церкви пусть то что вы делаете оно еще больше строит вашу жизнь и ваши сердца вы можете жертвовать вы можете дорогие друзья если вы недавно присоединились к нашему служению то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами которые вы видите на экране в разделе услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви остались вопросы мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02 качество камеры сумму выбрать